Студия Диафильм представляет Из истории пролетарского гимна Сначала прочитаем слова великого пролетарского гимна, а потом мы вам расскажем историю его создания. Интернационал, художник Коржев Вставай, проклятием заклейменный, Весь мир голодных и рабов, Кипит наш разум возмущенный, И в смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, А затем мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой, С интернационалом воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, Ни бог, ни царь и ни герой, Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, Отвоевать свое добро, Вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. Это есть наш последний решительный бой, С интернационалом воспрянет род людской. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, Владеть землей имеем право, Но паразиты никогда. И если гром великий грянет, Над сворой псов и палачей, Для нас все так же солнце станет, Сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой, С интернационалом воспрянет род людской. Автором слов международного гимна трудящихся Был французский рабочий поэт Эжен Патье. Ученик выдающегося поэта-демократа Беранже, Он начал писать стихи в 14 лет. Патье активно участвовал в революции 1848 года И в рабочем движении 60-х годов во Франции. В 1864 году под руководством Карла Маркса и Фридриха Энгельса Было основано Международное товарищество рабочих. Первая массовая организация пролетариата, Деятелем которой был и Патье, Вошла в историю под названием Интернационал. Вспыхнувшая в марте 1871 года революция в Париже Привела к провозглашению Парижской коммуны, Которая по праву названа Духовным детищем Первого интернационала. Это была первая в истории попытка создания пролетарского государства. Эжен Патье был избран членом Парижской коммуны И участвовал в героической борьбе восставшего народа, Сражаясь на баррикадах. Буржуазия жестоко расправилась с коммунной в мае-июне 1871 года, Но не смогла стереть память о ней, задушить ее идеи. Тогда же, в июне, Эжен Патье, заочно приговоренный к смерти, В глубоком подполье и написал стихи, Которые назвал Интернационалом. Стихи состояли из шести стров. Впервые текст Интернационала был опубликован в сборнике стихов Патье «Революционные песни» в середине 1887 года. Пять месяцев спустя поэт умер в нищете, Ему не суждено было услышать звучание Интернационала. Музыку к его словам написал столяр, пролетарский композитор-любитель, Пьер де Гейтер. В 1888 году Интернационал был исполнен рабочим хором города Лилля, Где де Гейтер посещал консерваторию. Издана была песня без имени композитора. Ее стали петь рабочие социалисты многих стран. Де Гейтеру впоследствии пришлось вести долгий процесс, отстаивая свое авторство. Только в 1922 году он окончательно был признан автором музыки международного гимна. Де Гейтер в составе делегации французской коммунистической партии посетил нашу страну. Еще в первом номере ленинской газеты «Искра» декабрь 1900 год, В статье «Международный социалистический конгресс» Был помещен припев Интернационала на французском языке с построчным переводом. «Это последняя борьба, соединимся же, И международное товарищество рабочих завтра охватит весь человеческий род». Ленин, видимо, знал слова и музыку Интернационала еще раньше. В нотном альбоме семьи Ульяновых есть список песни, Сделанные из брюссельского издания 1895 года. Перевод пролетарского гимна на русский язык принадлежит Аркадию Яковлевичу Коцу, Данину. Он родился в Горловке, ныне Донбасс, в бедной семье. С 13 лет начал писать стихи. В 1897 году поехал в Париж для завершения инженерного образования. Там он принял активное участие в социалистическом движении. Коц много раз слушал Интернационал. Он потряс молодого энтузиаста. «Гимн должен звучать на русском языке», – решил он. Переводчик стремился сделать песню близкой широким массам трудящихся России и удобной для исполнения. Впервые три строфы русского текста гимна – первая, вторая и шестая – в переводе Коца были напечатаны в 1902 году. Сборник «Песни революции» издан в Женеве. Ноты гимна в аранжировке Черномордикова были впервые опубликованы в нелегальном петербургском издании «Революционные песни» в 1906 году. В отличие от французского музыкального оригинала, в нем была усилена торжественность, присущая гимну. В том же году текст гимна был переведен на некоторые национальные языки народов России. Первая публикация «Интернационала» на латышском и армянском языках. Текст «Интернационала» на грузинском и эстонском языках. На четвертом съезде РСДРП в Стокгольме, апрель-май 1906 года, был впервые исполнен «Интернационал». Тогда он стал партийным гимном. Большевистская печать неустанно пропагандировала пролетарский гимн. В 1913 году в газете «Правда» появилась написанная Лениным статья Евгений Патье к 25-летию его смерти. Ленин назвал Патье одним из самых великих пропагандистов посредством песни. В марте 1917 года в газете «Правда» была помещена статья, в которой говорилось «Такое же значение, как красное знамя, имеет песня «Интернационал». Мотив песни – родной мотив для рабочих всех стран». В 1918 году по инициативе Ленина были восстановлены на Спасской башне кремлевские куранты. Они исполняли утром и вечером первые такты «Интернационала» – государственного и партийного гимна. После октября международный империализм навязал гражданскую войну советскому государству. Но Красная Армия разбила контрреволюцию. Победно звучали слова гимна «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов». В годы первых пятилеток «Интернационал» звучал на строительных площадках Магнитогорского, Металлургического и Днепрогэса, на собраниях первых колхозников и встрече первого трактора. «Мы наш, мы новый мир построим». Мирный труд прервало нашествие фашистских полчищ. Грянула Великая Отечественная война. Советский народ, защищая Родину, победил. К героизму и стойкости на подвиг вела легендарная сила Великого гимна. Это есть наш последний и решительный бой. В 1944 году был утвержден новый государственный гимн. Союз «Нерушимый республик свободных» сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов единый, могучий Советский Союз. «Интернационал» стал гимном Коммунистической партии Советского Союза. Высокий революционный пафос, идейная направленность, призывный, победный характер интернационала, сделали его гимном коммунистических и рабочих партий всего мира. Символ пролетарского интернационализма гимн сплачивает и поднимает трудящихся всего мира на борьбу с силами реакции империализма, на борьбу за идеи коммунизма. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет рот людской. Автор – Шведов. Консультант – Соколов. Художник-оформитель – Лехт. Редактор – Кремень. Студия «Диафильм». Госкино СССР, 1988 год. Звучено каналом Маркс Был Прав.